Партнер программы сеть детских клубов Ети и Дети Здравствуйте, ребята! Привет! По итогам трех соревновательных дней лидирует с небольшим отрывом от Маши Дима У него 46 фишек, у Машеньки 41 Но сегодня финал, ребята, и фишек У вас будет возможность заработать намного больше И я предлагаю приступить к нашему первому испытанию Я буду вам загадывать загадку Ответ вы ищите на доске И приносите нужную картинку мне За каждый правильный ответ две фишки Тот, кто справится быстрее, получит дополнительно еще одну фишку Над рекою коромысло разноцветное повисло Словно гном из доброй сказки Расплескал по небу краски Побежали! Что за коромысло? Одновременно прибежали, ребята, молодцы! Правильный ответ Что это у нас? Радуга Три фишки Три фишки, три фишки Заработали Каждый по три Клади в коробочку и слушай следующую загадку В синем небе, как по речке, белые плывут овечки Держат путь издалека И зовут их... Побежали! Как их зовут? Держат путь издалека Одновременно, одновременно опять Машенька дотянулась Дотянулась, по-моему, разве нет Дима? Маша, понимаешь, ноги еще были там, а руки уже здесь И одновременно с твоей картинкой легла на стол Поэтому Дима, как ни крути, а Маша шустрая девочка Отгадали правильно, что это у нас за белые такие штучки по небу Облака плавают Три-три Это же здорово, когда на раунах Я за вас рада, ты уже хочешь обделить Следующая загадка Ты весь мир обогреваешь И усталости не знаешь Улыбаешься в оконце И зовут тебя все Быстрее! Я первый! Чуть-чуть, вот рука чуть-чуть быстрее Чуть-чуть быстрее у Димы, солнышко Диме три, Маше две Держи Слушайте, ребята, финал, и это так чувствуется Так уже вы стараетесь Машенька, последняя загадка, слушаем внимательно На реке большая драка, там поссорились Два, побежали Быстрее! Одновременно И даже фишки вам выпадали Присаживайтесь Молодцы, молодцы, большие-большие молодцы Снова по три фишки Ребята, вы, наверное, догадались, что наша последняя загадка Это тема сегодняшнего разговора Наверное, вам приходилось не единожды наблюдать картину Когда в школе или на улице мальчишки дерутся Это очень нехорошая ситуация И, конечно же, по возможности нужно избегать таких ситуаций Как это сделать, нам расскажет наш старый хороший знакомый Из милиции Дядя Виталий Ребята, здравствуйте Здравствуйте Неприятные ситуации возникают гораздо чаще, чем хотелось бы И не всегда единственным выходом из них будет драка Пусть даже поведоносная Есть несколько главных правил, которые позволят избежать драки И решить дело миром Итак, правило первое Если вы проходите мимо агрессивно настроенных ребят Не обращайте на себя внимания словами или поступками Обойдите их стороной и спокойно идите по своим делам Если вас все же задели и втянули в разговор Постарайтесь отвечать спокойно и коротко Скажите, что вам нужно спешить И где-то недалеко вас ждут родители Правило второе При ощущении опасности следует занимать удобное положение По отношению к группе ребят То есть не оказываться в ее центре Находиться ближе к одному Контролировать взглядом и ощущением всех Это вам пригодится, если все же придется убегать Порой это единственный способ избежать драки Особенно, если ребят из плохой компании много Правило третье В уличных киосках и магазинах должна быть охрана Или кнопка вызова милиции Не стесняйся попросить о помощи А наша с вами встреча подошла к концу Я, как всегда, желаю победы в финале И безопасности в жизни Ну а сейчас контрольные испытания на сегодня И в целом во всей нашей с вами игре Вопросы Вопросы будут не из легких Я вам буду задавать, а вы будете на них отвечать Итак, кто начнет первым отвечать на мои вопросы? Хорошо, Дима, начинай ты как мужчина первый Итак, назови мне 4 ситуации В которых надо говорить нет незнакомым людям Когда он просит тебя проводить до дома Не идти с ним И объяснить ему путь, но не идти с ним Так, верно Когда он тебя приглашает куда-нибудь поиграть в кино Говорить ему нет Когда он говорит Можно я у вас дома позвоню И отвечать тоже нет 3 ты уже назвал очень хороших Еще что-нибудь вспомни Если он денег своих просит Тогда отвечать ему Кончились деньги Какая память Молодец, правильно Все вспомнил, отлично Две фишки твои Второй вопрос для тебя, Маша Какие правила надо соблюдать, чтобы в автобусе или любом другом общественном транспорте не стать целью воришки-карманника? Не надо класть деньги в джинсовый карман Потому что воришка может их взять тихонько В задний карман вообще противопоказано класть А в боковой тоже нежелательно Особенно если мелкий карман, да? Так, Машенька, хорошо, ты все назвала Может еще что-то вспомнишь? Думай, Дима, хочешь что-то еще дополнить? Если тебя толкают 3 раза на 4, ты уже не обращаешь внимания И тогда ты должен быть особенно внимательный На телефон нельзя вешать никакие брелки Потому что брелоки Брелоки Потому что преступник может из-за брелок просто вытянуть его телефон из кармана Хорошо, правильно Машенька, ну что, что-нибудь еще вспомнила? Не надо ложить, когда ты садишься в карманы Потому что воришка их может украсть незаметно Легко вытащить Правильно, Маш, ты все назвала, правильно И очень хорошо Дима дополнял Поэтому Маша две фишки Еще что-то вспомнил? Ну-ка, что еще, Дима? Еще когда не надо по всем карманам Ну, только не по задним раскладывать деньги А то если в кошельке его могут украсть И надо еще на что-то другое Все вспомнил, наверное, уже, Дима Больше нечего дополнить Ну, хорошо За дополнение тебе еще фишку Молодец Следующий вопрос снова для тебя, Дима, слушай Как понять, что компания ребят тебе не подходит? Если они с рогатками плохо одеты И дерутся с другими детьми Тогда она тебе не подходит Они, например, будут мусорить часто Стекла разбивать И тогда ты поймешь сразу, что эта компания тебе не подходит А если ты хочешь найти хорошую компанию Договорись с родителями И пригласи детей со школы или садика домой Так, хорошо, Дима справился Ответил очень хорошо Все, вспомнил две фишки Маша, последний вопрос для тебя Как не дать втянуть себя в драку? Так, Дима, тишина Сейчас говорит Маша Как не дать себя втянуть в драку? Не надо с ними разговаривать Потому что Потому что они могут тебя втянуть И они могут тебя подрать Побить Побить Не надо с ними рядом сидеть Они могут тебя принять в компанию И не надо Когда они дерутся Надо обходить Чтобы они тебя не заметили Хорошо Но Маша в целом ответила правильно Конкурсы все исчерпаны Все закончились Фишки, максимальное количество Вы заработали Теперь осталось только их посчитать Итого Машенька заработала В течение четырех игровых дней Пятьдесят шесть фишек А Дима А так Пятьдесят А Дима Шестьдесят четыре И поэтому С не очень большим отрывом Пятьдесят шесть Шестьдесят четыре Выигрывает Дима Становится победителем Главный приз Получает Дима И звание Главного специалиста Под детской безопасностью Машенька Это тебе подарок Ты тоже у нас Отлично играла Много запомнила Ребята Ну знаете Самое главное Даже не те подарки Которые вы получили А та информация Те полезные знания Которые появились После наших передач В вашей голове Потому что о безопасности Вы теперь знаете Намного больше А это очень важно Ваша безопасность Ребята И те кто с вами рядом Находится Уяснили? Я вас поздравляю Желаю вам успехов И жду встречу С нашими новыми участниками А место встречи Остается прежним Это ваша страна безопасности Пока-пока До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова